прикольная такая тема здесь продаются всякие штучки интересные а это лекарства ходили мимо лырочка и вот увидели бумагу туалетная сзади происходит какой-то маленький митинг состоящий из двух человек и куча полицейских против лгбт прикольных обусы ретро таки восстановлены на большой кусок кому надо берите на бери то возьмет со смелой не такой автобус завис нара пока стоим фильм фильм уже посадить прикольно наушники а наушники свои не поставлю и сиденье но он комфортно ехать нам 22 часа выезжаем из варшавы короче едем от автобусом люкс экспресс до риги там пересаживаемся в тоже влюблене сюда дальше видимо до риги дальше пересаживаемся короче прикольная такая тема здесь всякие фильмы короче сериалы книги там игры все есть маршрут можно посмотреть свой навигация там короче такая интересная тема сзади находится кофе-машина туалет чай кофе чё хочешь короче только наушники не бесплатные целый евро стоит за штучку и чем objetivo сзади а правда и и и и и и и и кофеечку сделали, открой мне столик попробуем просто черный кофе, не супер вкусный, а там есть другие такой туалетик в автобусе, вытачек мимо кнопка остановки, свет, малышка, мыло, салфетки, освежитель мусор, гуманга, туалетик такой, маленький, узенький ну, мог хотя бы есть второй автобус наш, в котором мы едем, люкс экспресс блин, отличный автобус, уже подъехали к границе с Литвой с Литвой, да? да, пришел Литва, потом Латвия сейчас остановка в сывалках, поедем в Литву в Польшу все проехали уже все, короче, мы приехали в Таллинн время 7 часов короче, дороги мы уже сутки ну, как если с самого начала нашел пути автобус прикольно встает на вокзале автор короче, приехали в Таллинн сейчас пересаживаемся уже 8-15 у нас автобус такой же люкс бакс присаживаемся и едем дальше до Нарвы в Нарвы переходим границу и все мы дома прикольно, в общем ретро такие восстановленные стоят вот это вообще старый Таллинн всем привет снова мы на связи находимся, короче, сейчас в Эстонии в этом в Нарве да только перешли границу пришли на вокзал пришли на вокзал ждем автобус а зачем мы приехали опять в Европу наша АП закончилась и сказали вам нужно ввести паспорт собственно, мы за этим и приехали в общем, американское консульство или кто там делает административную проверку посольство сделали примерно ну, чуть меньше двух месяцев за полтора месяца примерно сделали проверку довольно таки быстро мы уже не надеялись так что едем завезли но и то от и и и и и и и Сим-сим откройся Медленное дело И дальше мы когда получим Печать свою Вернемся на пищу Рассивно До закончить наши дела Которые мы уже начали заканчивать Часть вещей мы решили уже перевести Почу пока Разобраться с недвижимостью С всем имуществом И дальше увидите Куда мы пойдем после этого Не переключайтесь Новые выпуски будут интереснее Так, добираться мы будем То есть мы приехали Из Соснового Бора В Нарву У нас маршрут длинный такой Из Ивангорода в Нарву Перешли границу, пришли на автоагон Дальше у нас маршрут Довольно таки длинный Мы садимся на люкс бас На люкс экспресс Бас от автобуса Если не знал На бас люкс экспресс Едем на нем до Таллина Три часа, да? Три часа Едем Потом выходим Переезжаем на До аэропорта Да, до аэропорта Там такси Ждем там какие-то 6-8 часов Недолго совсем Ну ночью, в общем, до утра И спокойненько Садимся на самолет Из Сталина В Варшаву Могли бы прилететь прямым Но мы пересядем к Хельсинки На другой самолете Прилетим в Варшаву А то мы никогда в Хельсинки не были Приехали это смотреть И все, и в Варшаве Каких-то 20 часов На самолете Таких не надо его слушать Обманывать Вовешь на самолете Нам затрачивать 4 часа 50 минут Это вместе с пересадкой В Хельсинки Но ожидание Ожидание Самый приятный момент Мы не отчаиваемся Тем более мы покажем Какой-то аэропорт в Таллине Он сам-то себе небольшой Но очень специфический И интересный Ну и возможно в Хельсинки Ну да Автобусы уже где-то видели там Сзади Что, короче, мы перебомжевали Ночь на вокзале Слава Богу, перенесли И прошли контроль Прошли регистрацию И вышли вот Погуляли по дьютику Вышли В терминал В зону отлета А где она пока не найду Магазин Смотри, какая-то Лехус Прикольно Там еще А, Икеа стоит У меня Посадочные баллончики Наши Как сейчас будем искать Гейт Да, второй гейт И ждать Немножко Ждать там еще сколько? Часто два Примерно, да? Меньше Да, 7.40 А лететь 30 минут Вот это называется 7.50 А лететь всего 30 минут Да, он уже лучше ждали Ну уж Чем лететь Ну, в принципе, неплохо было Мягенькие эти Мягенькие сидушки такие Я даже поспал немножко О, вуду, внули Вуду, внули Вуду, в кафешке Прикольно Блин, не так А, вот, видишь Самообслуживание Паяк На самом деле Аэропорт Изначально Производит Маленькое впечатление То, что он маленький А вот здесь Очень-очень интересно Посмотрим Все что-то Столько всяких Немнож Такие выходы Посмотри, какие красивые Каждый выход По-своему оформлен Вне седаться Блин, я так понимаю Что у вас выход Какой у нас выход? Номер два? Второй, да А, то есть мы будем выходить Через рукав А не Не ехать на автобусе Да, это классно Штул для тенниса Можно поиграться Бар Ну, бар закрыт еще почему-то У нас барок С тобой сегодня С 12.15 Открывается Да, да Если не считать Что мы ждали ночь Что, в принципе Вот В 8.20 Вылетаем В 12.00 В Варшаве И то это с пересадки Так-то прямой бы Стребу Прямой Час 40 А у нас все занимает 4 часа 50 минут Почему-то такая странная Ситуация возникает Когда мы Смотрим билеты И не хотим никуда лететь Сама, пойдем на диван О, какой диванчик Когда мы смотрим Билеты На самолеты На поезда На что-то еще И не собираемся никуда лететь Они стоят в 3 раза дешевле Да, они стоят в 3 раза дешевле Только мы собираемся их купить Они сразу дорожают Цена умножается на 3 В принципе, даже вчера И то Мы в один день Утром Мы смотрели Или в обед А, в обед Мы смотрели Была одна цена А вечером Когда мы покупали Уже было на 10 тысяч дороже Мы купили на 10 тысяч дороже Да У нас самолеты Вот такой какой-нибудь Маленький будет Стоит такая машинка В аэропорту Эстония Прикольно Полетим на вот таком Маленьком В самолетике Легкомоторном Ну там Багажа привезли Одну тележку Я даже свои чемоданы вижу Маленький-маленький Ну вроде новый Крайне-менький Не сильно старый Выход через рукав Но все равно пешком То, что А, нет Здесь нет рукава Ну выход через терминал Короче И пешочком До самолета Что он просто Не дотянется до рукава Там и трап не нужен Свой трап Все На этой машинке Мы полетим Автобусы Говорят точно Маршрутка Маленький-маленький 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 Хотя место Созданут Ну, наверное Вообще Неплохо Узенько Немножко Но пока не так Сейчас полетим Ты что хочешь сказать? Как твое впечатление? Нет, смотрим Нет, смотрим Нет Здесь место Такое революционное Вот Велетели Ну, там Балтийское море Коридень Слезит Таллин Набираем высоту Блин, ну реально Я так быстро Еще никогда не летал никуда Я скажу больше Так быстро Только на автобусе Приезжали Из Сталина Из Сталина В Хельсинки Буквально 15 минут В полете И 10 минут Заходили в самолет 10 минут Выходим Да даже менее Выходим Мы быстро Заходили Ну, вот аэропорт 16-го по 60-й На ту сторону Хельсинки Л-36 Либо 35-й Либо 36-й Так, посмотрим Сейчас Вся Давай Встань Где-нибудь Возлодочку Смотри Специально Для людей С ограниченными Возможностями Чтобы До самолета От самолета Добраться Как тебе Идется Подожди Не уходи от меня Далеко А? Ну, давай А я тут Пойду Вот так Будем ждать Самолета Удобно Ты не хочешь Так же? Хочешь Подвинуться А ты там Пустой терминал Там наш выход Все, ждем Вон стоит наш самолет Уже посадка началась И сейчас сбили с кучу Все сбили с кучу Короче, вылетаем Варшаву Блин Так далеко идти Вообще кошмар, да? Прямо Главное, чтобы Эстонцы Наши чемоданы Положили в наш самолет Ну, такой Самолетик Поудобнее Сиденье Поудобнее Вот здесь уже Меньше для коленок Видишь? Ну, там было Больше Чуть-чуть Больше Самолет Да Еще нет На табу Только Не курить Можно Вот мы и добрались До Варшавы Все, теперь мы Берем такси Едем На адрес Который сняли На букинге Да, который мы покажем вам Да, потом Что-то покажем И Расслабляемся Отдыхаем От дороги, да? Ну, на самом деле Дорога была быстрая И не так Мы устали Ну, лично я Как в прошлый раз Когда мы ехали на автобусе Да, на автобусе Было немножко тяжелее Немножко Было множко Заехали В квартирку Которую сняли На букинге Здесь у нас вход Квартира Студия небольшая Здесь сразу Слева кухня Маленькая Кухонька С раками Гадовая плита Холодильник Тут сразу Туалет Ванная Душ Да? Туалет Душ Стиралка Есть Унитаз Раковина Душевая Добинка Все есть Все есть Нам на туалет Это хорошо Все у нас там Есть Чай, посуда У нас сливки Остались Житки Убить пакет Все С голоду не поврем Паканчики Дружечки Еще кое-какая посуда Вот так Приготовить В общем можно покушать Дальше что у нас Дальше у нас Располагается столик Квартира студия Небольшая Здесь столик Диванчик Походу не распладной Хотя возможно А распладной Назвончик Кровать Двуспальная Телевизор Капец Пылесос Утюг Постельное белье Подушечки Все есть И балкончик Небольшой Кровать Постельное белье Дальше Кровать Ну так Чисто выйти Воздухом Подышать Ну это Неплохо Думаю Нам Пойдет Бюджетная Квартира Нас устраивает Нас устраивает Так же Заселяемся В кафе Заходили Поели Национальное Блюдо Журок В хлебе Правильно Приготовленное На самом деле Офигенный Получился Вообще Запили это пиво Сереже пилу Пиво ясное Я пила пиво Пшеничное Белое Мне нравится Очень Заскучились По польской еде И попью Все таки Качество У нее Имеется А сейчас Пошли в жабку Закупились Продуктами Немножко Домой Ну и все Короче Получили мы Долгожданную Долгожданный Конвер Желтый Последнюю Нашу визу Которая Которая нам Не хватало Для счастья Да Все Сегодня у нас 23 сентября Административная Проверка Шла Фиг больше Полтора месяца Пришел В посольство Отдал паспорт За пять минут Буквально И ушел Все На следующий день Получил Вчера отдал Сегодня получил Все Теперь Теперь по тематику Собираемся дальше В Америку Да Ходили мимо Лырочка И вот Увидели бумагу Туалетную Классно Как сказать Не классно А Креативно 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 Всем привет Еще раз Привет Докончились Наши Испытания Часть Один Самый главный Закончился Наконец-то Мы получили Все Визы Да В наши Четыре паспорта Чему На самом деле Очень рады Еще до конца Скорее всего Мы не поверили Самому счастью Которое случилось Да Счастье случилось Ну По крайней мере Для нас Поскольку мы Ну вот Получили Когда прошли мы Собеседование Нам одобрили Три визы А четвертую Мою визу Не одобрили Отправили на АП Консул Нам выдал Документ В котором Было указано То что нам Нужно Подробно CV То есть Резюме С описанием Работы Чем он Занимается На работе Конкретно На АП Нас отправили Сергей Отправили Только потому Что это Связано С нашей Работой То есть Атомная Промышленность У них Обязательно Уходит На административную Проверку Также Консул Нам сказал То что Административная Проверка Скорее всего Займет Где-то Два месяца Возможно Меньше Но Желательно Конечно Чтобы проверка Прошла до 30 сентября Потому что Если она Не закончится До этого Времени Визы Нам не видать Да Отправили Нас на проверку Как раз Ровно На два месяца И Сидели Ждали Мы В этот момент Когда мы Получили визы В Польше Клеили визы Меня отправили На АП И мы Собрались Уехали в Россию Вот И ждали Там Когда нам Одобрят Не одобрят Уже Не надеялись Что нам одобрят Да Потому что Письма Писываем Каждую неделю На почту Всегда узнать Статус Нашего кейса Ответ Сюда приходил Один и тот же То что Они никак Не могут Повлиять На Вашингтон Потому что Все документы Которые находятся На административной Проверке Они обязательно Отправляются В Вашингтон И там уже Специально обученные Люди Занимаются Проверкой И вот 19 сентября Нам Прислали письмо Что Проверка прошла И вы можете Приезжать за визой Думали мы В общем Долго мы не думали Но решили Сорваться сразу Буквально 20 сентября Мы уже 20 мы купили 20 мы уже Вечером Мы уже были В Эстонию Выезжали мы Через Эстонию Потому что Сидеть и долго Ждать Времени не было Потому что Время идет Да В общем Мы хотели Побыстрее И здесь Как раз Начинается То что Нам повезло Конкретно мне Потому что 21 сентября Сами знаете Что произошло В стране Из которой Мы уезжали И получается Неизвестно Выпустили ли меня После 21 Или не выпустили Потому что Я все-таки Понимаю Что я тоже Попадаю Под ту же Самую категорию Под которой Все И возможно Меня бы не выпустили Да Возможно Въезд Точнее Был бы закрыт Но что еще Хочется заметить То что Пока шла Наша административная Проверка На самом деле Посольство Варшаву Посольство США Которое Находится В Варшаве Они на самом деле Отслеживают Все вот эти документы Которые приходят Из Ваншильтона И нам даже В сентябре Позвонил Консул И разговаривал С нами По поводу того Что Ну чтобы мы не переживали Что проверка идет Что если у вас есть Возможность Возможность Приезжайте обязательно Да Привезите паспорт Если есть возможность Находитесь в Варшаве Желательно в последние дни Чтобы не получилось так Что в последний день Мама добрит И вы не сможете туда забраться Потому что она не знает Есть ли у нас виза Нет ли у нас визы То есть как мы можем Выбраться Ну мы сказали Что мы можем выехать В любой день На тот момент Мы так и могли Да Так мы и сделали В общем В общем получается Что полтора года Примерно заняло у нас Все оформление Визы По лотереи Гринкард С прохождением медосмотра Все с подготовкой Документы Заполнение ДС-260 Это еще тот Тоже адский труд Да В общем Закончилось Теперь у нас есть Действующие визы По которым мы должны Выехать Примерно до конца года Еще время у нас есть Ну Дальше в общем Увидите Обязательно Мы покажем Наш прилет Наше счастье в глазах В общем следите И радуйтесь Вместе с нами Мы очень рады Заказал у робота кофе Посмотрим Как он делается На вокзале Маша с Марином Не торопитесь Подождите Сейчас все вам сделаю А если я хочу добавить еще сахара Как мне его попросить? Постучать Ждет 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 Уже готов Схватить Кофе мою Здесь таких роботов много На вокзалах Стоят Переходах Стоят Мехроны В Варшаве А вот сюда Спасибо чувак Все Может забрать Открывается Поблился Кофе Вот А крышки Кофе есть А не знаю Или можно Я попробую Кофе отработал Ну Сделано Без души Чувствуется Рукомашины Да Механически Но вкусно Кстати Кофе хороший Взяли короче Бургеры И все Попробую Бургер Кримзи Сравнись Наше Магдональдс Пробой Это мне Как-то Не очень Зашел Самый Дешевый Бургер Как у нас Халапени 6 злот Стоит Я попробую Ну Такой же А это такой же Как у нас Может булочка другая А там Копшененькая такая Ходили по торговому центру В Варшаве Тут вот аппаратик такой Продаются Всякие штучки Интересные А это лекарства Если сильно болеешь Можно подлечиться 30 злот В пакетик Органическое Все натуральное Вот мы Сняли еще одну Квартирку В Варшаве На сутки буквально Такая маленькая Тоже квартирка Уютная Недорогая 250 Сразу при входе Кухонька такая Маленькая раковина Холодильник Безморазилки В общем Все как обычно Веклама В кейсе Пасадомойки нет Пасадомойка начинается От 300 Сразу направо Туалет небольшой Туалет Стиралка Жаркая На душ Все стандартно Такой Немножечко Старенькая Конечно Даже вам положили А вот фен Вот опять не положили Как и в той квартире Не положили Ни мыло Ни шампунь Одноразовым Минус Дешевых квартир Чайник Большой шкаф Стандартно тоже Пылесос Сушилка Для белья Гладильный Ну вот сама Комната Гостиная Столик Кровать Телевизор И все Небольшой балкончик Совсем маленький Запротив Ремонт Прямо в самом центре До вокзала Пешком Буквально 9-8 минут Пешком до вокзала Очень удобное Расположение На самом деле Ну так Ничего Чистенькая Хорошая квартирка Вышел на балкончик Смотрю Что-то знакомое Не пойму Что такое А там Мило стоит Напосит Наверное Красиво Ну что Вот мы сняли Еще одну квартиру Мы пока Я один только Населился В Варшаве Матаемся Туда-сюда Поставим Бесконечно Польша Россия Туда-сюда Оформляем документы Какие заканчиваем Делать с недвижимостью И вот мы Арендовали Небольшую квартирку Цена такая же Примерно 200 Ну что-то Вровень 200 злотых Суд За ночь 200 с чем Так вот Здесь вход у нас Заходим Сразу Налево Туалет Туалет С ванной Бумаги Куча Целая Накидали Много Нет Одноразовых Шампуней Опять Но зато Есть Всякие Видимо Прошлые жильцы Оставляли Мыло Шампунь Нынеша Зато Ванна Есть Чистенько Уютненько Проходим Здесь такая Ой Наполнится Здесь такая Начинается Арочка Небольшая Вход В гостиную И в кухню Сразу Здесь всякая Информация Так Попадаем Попадаем Столик Столик Диванчик Телевизор Там Большой шкаф Не знаю Что в нем Ну как обычно Пылесос Гладилкой И утюг Дополнительное Одеяло Тут Тоже Дополнительное Белье В общем Ничего особенного Все стандартно Цветов Много цветов Такие Большие В горшках И тут Такой еще Закуток Как бы Не отделен Но Маленькая Спаленка Вот Чистые Полотенчики Нам Приготовили Маленькая Спаленка Такая Ну в принципе Удобно И есть Балкон Куда же Без балкона Да Ух ты Доской Такой Хороший Отдел Квартира Находится Квартира Находится В самом Центре Варшавы Мы снимали Буквально Здесь В двух Шагах Другую Самую Первую Которую Приехал Мне нравится Все неплохо Цена Стандартная Примерно Цена Одинаковая 200 250 Ну 250 Наверное Даже За ночь В центре Варшавы Пока я заехал Один Я ехал Из города Катовица Сюда А спруга моя Еще летит Из России Как из России Летит Из России Перешла границу И теперь летит Сейчас И Сталина Летит Сюда Варшаву Через 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 Финляндию С пересадкой Мы так уже летали вместе Ну все Буду ждать И вечером Заберу Не заметил Не заметил сразу Еще есть микроволновка И тут Инструкция по пользованию Ко всему Ко всему инструкция по пользованию Пульт Инструкция по пользованию Плита Микроволновка На всех языках Ну по крайней мере На некоторых Русский Украинский Английский Не знаю какой Польский Может быть немецкий Может быть немецкий Да немецкий Немецкий Еще какой-то Все Рассказывается Как Чем пользоваться Даже здесь На столе Лежат пульты На возе пультов Инструкция Маленькая Интересно Ну микроволновка Это плюс В некоторых квартирах Ее не было Приехал Варшавский аэропорт Встречать Супругу Настю Уже В Варшаве Как дома Уже ориентируюсь Просто Блин капец Я уже столько раз За этот год Не был Решили прокатиться Попробовать на метро В Варшавском А то нам так скучно Нам ехать Видите Это 20 минут Пешком Все Рядышком Можно проехать Одну станцию Метро стоит Сколько там Три с чем-то Один билет Три сорок В Варшаве Так Где-то тут должен быть вход Вот так выглядит Метро в Польше Ничего особенного Кстати, не глубоко вообще Продолжение следует И никого нет Треба начать от того, что Страш Мейска Интервенция На территории Я не могу, что Перфекции Не знаю Томсад А в общем Не знаю Сзади происходит Какой-то маленький Митинг Состоящий из двух человек И кучи полицейских Против ЛГБТ В центре Варшавы Прямо возле Жонда местного Главного То есть Здесь не только В Европе За ЛГБТ Но и против Там написано Против того, чтобы Учили детей Мастурбации Чего-то еще В общем Против пропаганды ЛГБТ Но людей Людей там Как бы не особо Много Один скандирует Второй Что-то добавляет Микрофон Третий снимает Да И вокруг Куча полиции Стоят Все охраняет Ну То есть Информация подается С разных сторон Получается С разной Разной точки зрения Можно высказывать Показывать Так что Здесь не только Пропаганда Заги Ну и против Бывает Пойдем туда Зайдем Ну да Ты когда В аэропорт Тебя провожу Да И боится Отмечать Работу Да 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 Что нам Что нам Там делать Мы с таким Не входим Мы же порядка Я кстати Ни разу Не Так ради Общего образования Надо Скорее Как считаете Кто был В этом Клубе Или в любом Другом Пишите Как Стоит Пойти Или нет Какого Советую Надеюсь Напишите Что Не стоит Ладно Вот такие Магазины Уже Не раз Снимал Совсем Не редкость Здесь И аппараты Стоят И магазины Да Да Но мы тоже Не ходим И не пробуем Мы за здоровый Образ жизни Он только один Был Смотри Он тут Второй Вроде Конференция Да Конференция Много Не знаю Какое Там Что там Я такое Не понимаю Говорят Лечебное Все Для здоровья Да Вот как Заболею Попробуй Куда Думаю В Нью-Йорк Куда Зашли В Пицца Хат Заказали Пису Какому Пису Заказали Я не знала Это Какая-то Супер Супер Суприм Сейчас нам Принесут И заберем С собой Будем дома Кушать Здесь Неохот Хотя Здесь Никого Не Взяли Короче Пообедать Пиццу В Пицца Хате На вынос Ничего Такая Нормальная Пицца Вроде Малик Пахнет Вкусно Соус Дополнительный Подожди Там Еще Один Соус Нормальный Такой Соус Я Заказывал Со Вкусным Соусом Получился Сняли Еще Одну Квартирку В Варшаве Может Я не знаю Седьмую Восьмую Девятую Квартиру Снимаем Вот Такой Вот Вид У нас На Большой Широкий Проспект С Балконом И Такая Небольшая Квартирка Диванчик Телевизор Все Есть Наши Вещи Шкаф Маленькая Кухня Ну Тут Я так Думаю Стандартно Еще Не проверем Тарелки Ложки Вишки Вишки Ложки Вишки Стаканы Настя Довольная Спальня Отдельная Даже Вон Такие Вот Прибамбасики Шампунчики Положили В тюбиках Уже Прикольно А там Что А там Туалет Туалет Душ Спиралка Фен Есть Нашли Раковина Ну ничего Так Состояние квартиры Нормальное Также Все находится Удобно В центре Города До вокзала Центрального Пешком Где-то Минут Минут Десять Сумкой Было Катиться А так Даже Быстрее Вновь Заселяемся В очередной Раз Какой-то Движняк Непонятный Куча Полиции Стоит Все На мигалках Все Это Бежком Ходят Стоит Один Чувак С Влагом Польским И Все Странно Продолжение следует